Ринк Ряд ли сравнится по характеристикам и функционалу с кольцом всевластия, но кое-что он все-таки умеет. Есть у нас и второй артефакт силы – браслет Майо от компании Xiaomi Clubs. Ну что, посмотрим, чья магия лучше. Гаджеты, о которых мы сегодня расскажем, являются представителями класса устройств, поддерживающих жестовые интерфейсы. Вспомним липмоушн. Ринг от японской компании LogBar и канадский Майо – того же поля ягоды. Только набор сенсоров здесь отличается. Если лип объединяет в себе инфракрасные светодиоды и камеры, то внутри ринг имеется набор акселерометров, а Майо оснащен еще электромиографом собственной разработки. Что на сегодняшний день умеет тот и другой гаджет? Начнем с того, что в обоих случаях разработчикам удалось избежать темной стороны силы. Гаджеты используют кошерный Bluetooth 4.0. Ринг работает с Android и iOS. Майо всеяден и кроме мобильных платформ также поддерживает Windows и Mac OS. Правда, в этом случае вам понадобится специальный Bluetooth-адаптер, идущий в комплекте. Ясное дело, оба гаджета требуют установки специальных программ, способных интерпретировать конвульсии пользователя в какие-то полезные команды. Небольшое исключение, несколько приложений для Майо под Android и iOS работают безо всяких костылей, но тут ключевое слово «несколько». Итак, установили специальный софт. Что дальше? Начнем с японского кольца. С помощью несложных жестов, которые можно редактировать, вы научитесь управлять системным аудиоплеером, делать фотографии, отправлять твиты, имейлы, сообщения, набирать тексты и даже управлять Bluetooth-лампочками, а заодно и очками Google Glass. Майо также неплохо управляется с воспроизведением музыки, если говорить о мобильных платформах, но под Windows и Mac OS возможности браслета гораздо шире. Обязательное к установке приложение Майо Connect уже содержит набор встроенных модулей, которые поддерживают работу с программами для подготовки презентаций, iTunes, Adobe Reader, плеером VLC, а также с сервисами Netflix и Spotify. А на Майо Market можно найти более полусотни коннекторов, ну или попросту наборов драйверов для приложений на разных платформах. В чем основное отличие кольца от браслета? Вы уже, наверное, заметили. Ring считывает мелкие движения указательного пальца, Майо, движения кисти и всего предплечья. Несмотря на, казалось бы, довольно интересный потенциал и вроде бы как самые радужные перспективы, оба гаджета преследуют, в принципе, одни и те же проблемы. Во-первых, то, что показывают в официальных роликах, это, конечно, круто, но ведь люди клюют на это, а потом расстраиваются. Довольно сильно подпортил карму разработчикам Ring ролик с обзором от Снези Лэпс, набравший полтора миллиона просмотров. Не все в нем правда, но японцам пришлось сильно извиняться. Во-вторых, мало приложений и ограниченный функционал. Если ваш браслет не дарует невидимость, а кольцо не вызывает подземных духов, бог с ним, главное, чтобы поддерживал сотню-другую приложений. В общем, что-то здесь решится со временем, а что-то, увы, нерешаемо на уровне концепции. В-третьих, сбои со считыванием жестов. Какие-то движения можно отшлифовать, что-то откалибровать настрой, но то, что оба гаджета не могут похвастаться стопроцентным срабатыванием, пожалуй, самая проблемная из проблем. Итак, однозначно сказать, который из гаджетов волшебнее, сложно. Оба могут немало, но лучшее у них, конечно, впереди. Естественно, если разработчики не подкачают. О цене мы благоразумно умолчим, за высокие технологии придется заплатить. Кстати, не всем такие гаджеты будут удобны. У кольца не самый маленький размер, а длительное ношение браслета может быть дискомфортным. Интересный вопрос, над которым предлагаем задуматься всем. Как такие устройства могут быть полезны лично вам? Или, быть может, уже лучше дождаться нейроинтерфейсов? На этом у меня все. Подписывайтесь на канал Geek to the Future, оставляйте комментарии, ставьте лайки и не забывайте, будущее в наших руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова